На стороне соперника опыт и масса. Он провел свыше 20 поединков и весил на 3 килограмма больше. Этим преимуществом узбекистанец решил воспользоваться сразу же после первого удара гонга. Физически сильный, напыростый. Заставил понервничать первые секунды боя. Вначале тот попер на него, где-то даже несколько ударов Архан пропустил, но потом собрался, переждал, переждал, да, стал наступать сам. Несколькими точными попаданиями Архан охладил пыл соперника. Прозвучали первые тревожные звоночки для Хасана Юлдашева. Начал подключать левую руку Гаджиев, левый боковой, уже не в первый раз мы видим в его исполнении. Именно этим оружием Курянин и поразил оппонента. Левый боковой удар пришелся точно в подбородок узбекистанца. Поединок завершился в первом же раунде. Однако, несмотря на яркую победу, Архан остался недоволен ранним окончанием боя. Я не понял, насколько я готов боксировать именно в неудобном сопернике, который работает левший. Во-вторых, я не успел раскрыться вообще, не продышался. Это хорошо, что я его накрутировал, а плохо то, что я не прошел нужную дистанцию. Мы хотели чисто шесть раундов подзарубиться, подраться, продышать. И этого не получилось у нас. В день боя в жизни Архана случилось сразу несколько радостных событий. Мне жена звонила, ты уже стал двукратным отцом. У меня родилась дочка. Первый у меня мальчик, второй родилась дочка. И в тот же день у отца был ювелей. И, конечно же, я не мог совместить приятно с неприятным. И мне нужно приятно с полезным совместить. И я совместил это с победой. И посвятил это победу своему отцу и своей дочери. Следующий бой Архан планирует провести в начале 2022 года. Имя потенциального соперника пока держат в тайне. Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня. Станислав Костиков, Сергей Дорохов.